Итак, сегодня 2 сентября 2016 года, второй учебный день у школьников, первый раз в первый класс. А мы уже люди взрослые, работаем по-взрослому, нам для этого даже образования не надо, чтобы эту работу делать, лишь бы желание было. Вот тут мы можем наблюдать, настоящий музей откроется здесь у меня. Вот первый экспонат, который мы освободим, это телега, это ветхая. Она слегка в таком виде, непотребном, хорошо она будет смотреться, когда мы освободим ее, моя тень видна. Просто телега. Вот следующий экспонат, Игнат Тихонович назвал его грабли, ну пусть будут грабли, может и есть грабли. Такие вот сиденья такое есть, вот, чтоб мягко было сидеть, вот даже что-то тут подложили. Вот железные колеса, вот оглобли такие мощные. А тут все, плодородная почва Алтая дала нам много работы в виде крапивы, травы и курицы помогают по-своему. Вот кучи, кругом кучи одни и кучи, кучи травы. Люди бани принимают там через день. А мы как раз в неделю, зачем так часто. Вот каждая работа по душе. Куры совмещают приятное с полезным. Червею потребляют, нам тут раз почву чистят. Владимир Александрович Паченко, брат мой, занимается, вот, чистит траву лопатой. Вот сколько он уже наработал тут ужас просто. Игнат Тихонович своей работой занимается, любимой, одной из любимых. Он проволоку освобождает, скручивает ее вот в кольца, а тут складывает. А вот еще, не все экспонаты. Вот они тут, телеги две еще. Вот еще экспонат музей. Музей называется под открытым небом. Когда это все экспонаты переместят под стенку туда куда-нибудь. Чтоб люди любовались. Мы слегка в порядок приведем его. Крапива тут. Сейчас просим, гнать Тихонович чем он занимается. Игнат Тихонович, много проволоки тут получается. Когда я сегодня, наверное, часов 8 потратил на это. Это когда линии меняли провода, видимо, Павел засыпил чем-то, может, трактором. Тут лежала просто комком вот такая. Тут ни корова, никто не пройдет. А сейчас прощищаем. Потому что... Я никто и не видел, вот так будет. Смотри, где запутано, а где шаперные ножницы. И совсем никак уже нельзя. Вот сейчас я вытягиваю ее. Вот она и идет. О, это я уже нарежу сейчас. Видишь, какая брюки. Рубаха как вот. Завтра пойду стирать все. В баню пойду и попутно постираю. Это ржавчина. Я все время благодарю Бога, что Бог нам доверил такую работу. Мы ощущаем местность. Эту усадьбу приводим к лежащей гейте. Вот теперь, что у меня получается. А получается так, что вытащил я. Вот еще осталось сколько. Вот такая куча. Это не просто теперь. Это уже свернутые. Делаю первое кольцо. Проволка не упругая. Хорошо внется. Первый круг делаю и заворачиваю его. Подтягиваю, выправляю. Все. Теперь начинаю наматывать. А куда она сгодится? Да хоть куда проволока в деревню. Как куда? Еще привязать, подтянуть. Проволока всегда нужна. Вот. Я не знаю это какая. Щеплетка, или да. Смотри, как это у меня получится. Рукой придерживаю. И в это колесо стараюсь, чтобы оно вошло. Ну, не точно, маленько. Вот такую работу любите. Сейчас как у меня она вырвалась. Как, дала вот здесь вот где-то. Я думала, глаз выше был. А можно ли, чтобы этого не было? Можно, наверное. Но не всегда получается так. Вот я его сейчас подкатываю. Уже в подку. Это я их нарезаю. Когда она где-то что-то не как. А теперь, если я завожу. Теперь можно вешать на гвоздь, и она будет висеть. И здесь теперь вот уже осталось только вот. Даже не верилось, что распутаю. Ну, представь, 8 часов непрерывно. И вот оно где еще попадает. Сейчас я покажу даже где-то. Вот это, давай, свернулась она, колышка. Вот очень опасная штука. На корабле пустят. Вот она, колышка на канате, чтобы не была. Опасное место. Может оборвать. И убить человека. Голову как бритвой срежет, когда подтягивает. Белеведкой что-то. Так везде висит там плакат. Смотрите. Не было колышек. Она колыхнула. Вот так вывернула ее. Вот так. Человек, который этого не знает, скажет. Да взял, да ее куда-то сбросил. А некуда сбросить. Ее не поднять, не утащить. Она вросла в землю. От курицы роются. Вросла. Поэтому Просто так. Можно было бы, мы, наверное, сделали. Мы же тоже хотим как побыстрее, лучше сделать. Батюшка что-то приехал. А что думаю? Овеченожки привез. В шарику. Смотри, она привозится. Четыре-то, босы. Стопытка. Не Володя сварит, а я дам. Видишь, как все везде. А тут мне брюки мои Не очень. Телефон. Были бы брезентовые, тогда бы проще. Правда, телефон. Вот ребята рядом, мне нужды нету. Говори. 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 Никого и нету. Хитрые какие. Звонят. СМС. Бросьте. Вам можно позвонить? Одно слово дай, и тебе деньги все снимут. Вот это. Мудрят. Ну, зачем это нужно? А тут в траве, смотри. И шпалы, и доски, и кирпич. Ничего только нету. Территорию очистить Очень непросто. А мы даже территорию вернуть на первозданный вид. Приготовить. Видишь, только Володя написал. Он как машина работает. Поэтому вот у нас Кладка. Наверное, метра 4 на 3, да? Да. Ой-ой-ой. Ничем не занятая душа. Ничем. Ну, не работает. Хорошая кузница сатаны. Вот люди пойдут на пенсию. Чем они будут заниматься? А в деревне всегда работа есть. Притом в деревне Работа на работу наползает. Я тоже пенсионер. А с молодыми тут и сам молодой. Кручусь. Что-то где-то подскажешь. Где тяжело, они за меня поднимут. Мне нужды никакой нету. Но я знаю, что у меня сон богатый. Богатый сон. Это означает Легко засыпаю. Соди 5, если тем более. Вот оно в какое дело. О! Коротенько оторвалась. Ну, совсем близко где-то к концовке идет. Но уже опыт есть. Человек, который ничем не занятый. Он что? Он только судит. Президент не такой. Патриарх не такой. Ну, все плохие. А почему? А у него много времени. А вот ни о ком не думаю. Мол, сейчас читаю Иисусову молитву, Богородицу. Пою про себя песни. Владимир Мачалин составил гимн нашему сайту. Хороший, видимо, певец поет. Я уже в событиях дня его вставлял несколько раз. Буду подряд вставлять в конце, чтобы все прослушали. Гимн сайту. Ну, найдите еще, чтобы гимн писали сайту. Какой же наш сайт? А то какие-то там с Томской епархии сидят с Америкой там заочно и меня судят. Судят мой сайт. Для того смешно. А у вас есть что-то? Нет. Мой сайт судить может только человек, у которого ну, хотя бы одна сотая есть того. Одна сотая. На моем сайте 50 книг. Книг. Это 12 томов Златоуса. Добротовик насчитанно моим голосом. Я этот сайт подарил Путину. Медведеву послал насчитанное все это. И судить этот сайт какая польза-то. Хорошо или плохо, а это вне конкуренции никого нет. Как песня поется первый парень на деревне, а в деревне дом один. Вот и все. То есть конкурентов нет. У меня конкурентов нет вообще нигде. Чтобы в этом возрасте столько в интернете проводить. вот видишь. А вот была эта Анна Афанасьева Россия 24. Она это сразу подметила. Она опытная. Меня блогером даже она назвала. Лапкин говорит, смекнул, что работать надо в интернете. Смекнул. Видишь, какое слово подобрала. Говорят, расположена она или она расположена. Но одно это слово разве не говорит, что она не против нас была. Если они не полных 3% взяли из того, что снимали, и тот столько отзывов. А если бы мы-то снимали все. И она говорит, Лапкину снимает круглосуточно оператор. И я сделала с участником этого телесериала. Ну, какой телесериал? Не полных 3%. А записала на 4 часа 40 минут. Вот представь себе. Вот. Я еще мог, показал. Все через колено. Я вот знаю, что у меня если еще это выброшу, никто не подберет. Вот такие пусть найдут перчатки. Вот. Сколько я их раз пощинял. И не потратил за все лето ни одних перчаток. Обошелся. Я показываю, как жить можно просто экономно. Вот. Мне прозвище какое-то дают. А прозвище давать это проще всего. Видишь, как я стою среди курочек. Идут люди свои православные. здороваются, желают благо. Ой, какие курочки. Ну, не верится, к концу подошел. Слава тебе, Господи. Бог доверил мне сегодня эту работу. Я ребятам это не дал. Я знаю, что они могут это сделать, но пусть сделают потруднее. А тут очень внимание большое нужно. это что-то я запутался. Так она у меня одна проволока получилась. Ага, лопнула сама. Правильно сделала. И переживала видать. Вот так. Сейчас что-то дым пошел из бани. Топит у стеновых. А я молоди, гляди, то ли топит, то ли загорелась баня. Такой густой дым. Такого дыма я у нас даже не видал. чем же это топит надо спросить. С кружками? Вот так. Вот так. Смотри сколько внутри нашли. Шпалы, бревна, железо. Тут еще что. Это невозможно. Ни подойти, ни проехать, ни корове пройти. А теперь мы уже имеем надежду, что в этой усаде есть впереди пространство, где могут заходить животные и люди. О! Пилотой. 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 Продолжение следует...